Доброе утро! Всех с субботой! Шток от пулера и треймовская наждачка в восьмидесяточка сейчас нам набьет на нем рисочку, потому что он насколько полированный гладкий был иногда пулером аж пулер буксует, хотя у нас пулер для поднятия небольших тычков, основное все петельками вытянуть, но все равно иногда хочется больше поднять, а не можешь пулер буксует, давно хотел это сделать, в итоге вот сделал немножко набил риску, теперь у нас шток, шток, многие это звук не любят, но реально много стирается, у нас белый стал и такой как бы хон получился на нем, вот у нас рабочая зона примерно, такой шероховатенький стал, я надеюсь буксовать не будет, потому что в пулере вот эта часть которая давит, в принципе она не выработана, она нормальная, я не вижу что здесь овальное раздолбанное отверстие, о реально, уже не буксует, давно это надо было сделать, когда делали пуллер много людей, в частности Юрка автокондитер, Юрка здоров тебе, Юрк говорил, что это неправильно, надо переделать, потому что так ты давишь верхней ручкой сюда, вот верхней ручкой давишь и у тебя идет это все, то есть неудобно, надо наоборот, типа вот так, чтобы как бы давить вот вниз, ну поняли, да, как мы привыкли, если что, как клеевой пистолет работает, мы ручку пальчиками, здесь упор у нас идет и мы на себя подтягиваем шток, как бы так неудобно будет, надо по-другому, Юрка по-моему сделал себе некрасивый пуллер, Юрка извини, он реально некрасивый, вот это красивый, потому что здесь все легко и просто, а у тебя он некрасивый, это, и он наоборот сделал, да, оно как бы, ты упор вот, а не знаешь, я вчера сидел видео монтировал, а потом сижу, пересматриваю его и как я работаю пуллером, сижу и вот думаю, ага, это я уже 2 года его сделал, да, а удобно ли мне, что я вот сверху получается ладошкой придавливаю, чтобы вытянуть, а не наоборот, подумал-подумал, вообще дискомфортно ноль в этом, поэтому, мое мнение, по барабану, или вы давите пальчиками, или ладошкой подопускаете рычажок, чтобы шток вытянуть, то есть, я раз, я никакой разницы не вижу, прикручиваю пуллер назад, вернее клемму прикручиваем назад, на наш инверторный спот, и будем делом заниматься вмятинкой сейчас, вчера, когда дергал крышу, когда Дамаса была на пороге, а работал там, ну, я что-то подумал, может это, может спутер слабоват, взял свой, ну, пилу Д, с микроволновок, попробовал, ну, в итоге оно все одинаково, оказалось постоянно Дамасу поближе подлепить, и понял, что, понял, что на моем таком нету, потому что сейчас там голая клемма, эту же штучку мы забрали, и эту штуку с наконечника, мы же забрали на инверторный спот, а тот мой, теперь, получился без нее, а вдруг этот резко сломается, что будем делать, не знаю, поэтому я поехал до Токеря вчера, и Токеря мне вытащил вот такое подобие, ну, как подобие, вот такую штуку один в один, а это Андрей Бищенков тогда мне подарил одну, и вот вторую, Андрей, спасибо, то есть, эту штучку мы поставим на наш пилу Д, и все, если вдруг этот не захочет работать, или если вдруг придет, друзья-малеры просто приходят и напросят, если вдруг придут за спотером, то вот, так, да, вот все, единственное, что теперь надо штук сюда найти, вот такой штук надо, с восьмерочки, дома лежит, по-моему, пару пистолетов поломанных, вот я не помню, там, шестигранник или круглый, но я думаю, я круглый, что, прутик круглый на 8 не найду с резьбой, у меня вдруг есть Токеря, который нарежет, в общем, соберем и все, это на наш пилу Д, это надо приныкать, это наш инверторный споттер, кто-то написал, почему наклейку не наклеишь, одобрена гараж каховкой, люди, рано еще клеить, давайте эту машину сюда делаем, если все нормально, вдруг я еще изменю свое мнение и скажу, что инверторный споттер мне не понравился, я им не буду работать, пока работаем, пока все нравится, особенно вес, особенно вес нравится, вмятина, вмятина, вот все вы ничего и ничего страшного в этой вмятине нету, что здесь, здесь сразу просится ряд петелек, вчера, когда делал вмятину, у нас провал был, и здесь яма была, когда петлями потянул, увидел сразу, что яма поднялась, сразу взял нашу блинницу, где-то она есть, хотел блинница и аккуратненько простучать, ну где, есть, вот лежит, лежит там она, по заломчику стучал, 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 в итоге так настучал, что почти вмятина и поднялась, оставалось немножко только пройтись и все, так и здесь, здесь надо вот петелек натянуть, вот этот бугор начал, да, чуть стучать, вмятина сама и выйдет, здесь ничего страшного, сейчас, сейчас первым делом, вот острая, не острая, а самая глубокая, вот первым делом ряд колечек, петелек, мост, ряд, мост, и оно почти все и выйдет, ага, вот еще есть какой-то блик, тут уж можно дернуть, здесь самое страшное, что вот эта вся плоскость, она немножко туда зашла, вот здесь не должно быть так, здесь как бы должна примерно ровненькая поверхность, плоскость быть одна, и на радиус туда уходит, то есть вот это надо поднимать, всю плоскость надо оттуда вытянуть, это хуже, это плохо, если так смотреть, то оно получается идет, идет, а потом туда проваливается, все, опять пошло, здесь надо будет или большим мостом, вот здесь еще нормально, 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 и вот в этом месте начинает проваливаться, вот провалено, 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 здесь бы, конечно, или таким большим мостом, один упор, второй упор, или маленьким, но маленьким я не знаю, смогу, не смогу, или все-таки вектор еще как-то поставим, гидравлику, чтоб тянуло, сейчас разберемся, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прервемся, это надо нам, чтобы музыку сменить, потому что стыковать это трудно, Слушайте, в первый день, когда показывал повреждения передней стойки, многие комменты писали, что, во, такая серьезная работа, предстоит тебе помучиться стойку вмятину выровнять, Потому что, ну вот, смотрите, аж металл пожибало, вообще такой тут острый И на рации мне пацаны много говорили, и в контакте много людей писал, и с кем общаюсь, там, по телефону, О, блин, так сложно, есть один секрет, я на рации его раскрывал, сейчас и вам раскрою Если что-то вот страшно, вот как вот эта стойка, к примеру, вот смотрите, вот, да, очень страшная стойка, очень страшная, тоже, в принципе, страшная Тоже была, в принципе, страшноватая Здесь надо поступать следующим образом Вот она страшная, зачистили, приварили ряд петелек, подняли, приварили ряд петелек, подняли Три-четыре раза сделали, и она вообще уже не страшная, она уже здесь просто маленькие ямки, которые надо доработать под пудр То есть, какая она страшная не была, надо наварить петелек, надо взять мост, и надо поподнимать ее несколько раз И тогда она страшная не будет Один, два, три, четыре Четыре подъема Мостом Давайте посмотрим Люди, ну разве она уже страшная? Да вообще она тут мелочь, да? Смотрите, мелочевка Пулером поднять Пулером поднять, пулером поднять, пулером поднять Еще ряд петелек вот сюда, четыре Один раз потянем, можно потянуть Зачистить дальше ряд петелек потянуть Я не любитель тянуть вот сколько сразу Мне проще, раз, два, три Раз, два, поднять Яма автоматом выйдет, все, под пулеры Ничего страшного нету Оно выглядит, да, когда оно вот так выглядит страшно Но поверьте, если здесь Здесь сейчас Раза три петельками потянуть Мостом Вообще оно страшное не будет Вот так получается Вот здесь мы сильно перетягивали Ух, поэтому остричок Ну ничего страшного, здесь тоже остричок был Здесь сейчас вот ряд петелек наварить К примеру, натянуть Тупым зубилом простучать Потом ряд петелек натянуть Тупым зубилом простучать И страшного она не будет Вот смотрите, уже ничего тогда И это всего лишь полчаса Таких полчаса от минут 20 было Немного Немного Ага, что с кантом? Кант никуда не пошел Потому что сейчас я не кант поднимаю Я вмятину поднимаю Потому что если есть вмятина И начать сразу кант поднимать То я вмятина автоматом Еще больше будет Поэтому я начал с вмятины Сейчас вмятинку примерно Плавно всю поднимем Вот Тут Это, наверное, даже трубать пока не будем Сейчас еще вот здесь пробежимся Раз петельки Два петельки И тогда уже надо будет Весь этот кантик за Весь этот кантик поднять Плохо, что нет двери И плохо, что нет форточки Нужно было это проконтролировать, конечно Ну ничего, потом наварим петельки И уже не мостом будем А как-то по-другому Кстати Дугу потрогал Дуга довольно крепкая Благо того, что дуга вся поцарапанная Она будет краситься Ну она покоцанная вот вся Вот видно Вся покоцанная тут вообще нет Благо того, что она покоцанная Можно смело мост упирать Хотя мой мост там горя не сделает Там сплентик этот мягкий подклеен Если бы даже дуга была целая То можно было обмотать бы тряпкой какой-то Да и Ну то есть мост ставится сюда-сюда И отлично работает Как раз вот оно поднимает Как им надо КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Видали как после первой подтяжки Примерно все стало на место Я там пытался Крупным планом вам показать Вот одну подтяжку сделали Почти все и разровняли Нет уже ничего Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая Вот двенадцать подтяжек Еще я, конечно же, сделаю Вот ямка есть тоже Там петельки 3-4 А бывает такое, что Длительность вот задержки стоит, например, там 0,45 И бывает ты приварил, приварил А бывает и вот так делаешь Она дук и заискрилась Искра большая пришла Она не приварила или приварила криво Ты ее потом оторвал И заново она уже не приварит Она как будто обгорает немножко Поэтому, извиняюсь, поэтому несколько было Вот здесь петелька обгорела Я ее сюда приварила Она опять подпала Вот здесь коснулся Просто надо длительность импульса ставить Больше Не полсекунды и там 0,6-0,7 Но я стараюсь как-то по-быстрому стараюсь То есть прижал вот так раз Бук приварила А иногда все бывает Прижал, поехала немножко Ты же давишь Надо прокашляться В общем вот так Еще немножко петельками Ну вот в натуре вот работаю, работаю Сматриваюсь в эти блики Куда-куда и уже Глаза начинают болеть От этих всматриваний Еще, еще вот ряд петелек будет Скорее всего Вот 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 это, наверное, ряд переделать Вот ряд будет петелек Здесь еще, наверное, скорее всего ряд А это остальное все под пуллер Вот есть ямка Можно под пуллер Можно под три петельки Вот этот металл сюда торчал Ну, я имею в виду Оно когда ударило металл Выплескнулся Забили, подбили Все класс Молдинг еще не мерил Все равно еще не финишная И все равно еще надо дверь померить Это я так примерно подделал Подделал Вот видно, как идет у нас Кривой, да? Так и хочется взять его И перегнуть Ну, это будет трудно, кстати А, еще на масте, конечно, вот эти штуки переделать Я ее перегнул, блин Одна теперь выше, ниже И когда поднимаешь Немного она соседние петли подламывает Во многих случаях серединка обламывалась первая Ну, вот смотрите, потянули Нету такого страшного Также и здесь Здесь надо подтянуть Один, два, три Или один, два, три Ну, как мятинку мы выдергаем пуллером к центру И здесь тоже, если в середину потянуть То будет большая Волна будет Вот такая же Если в середину наварить Поэтому надо на край Один край, второй Или край, 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 край Это в понедельник Завтра воскресенье Выходной У тебя, конечно, другое желание прийти поработать Но навряд Навряд ли отдыхать тоже надо Что мы поняли из сегодняшнего видоса Ничего не поняли Что, поняли? Ничего не поняли Если что-то страшно выглядит Надо всего лишь петельками немножко поподнимать И оно уже далеко не страшно Да, страшно было Сейчас Ну, подумаешь, блики там Под стекловолокно Под микрофибра уже готово Здесь, здесь, здесь Вы знаете, что повезло То, что вмятина, вмятина А вот эта точка никуда не ушла Если сейчас смотрите Ну, идет вот так вмятинка Бугор и вмятинка То есть От нее мы и будем отталкиваться Я имею в виду, что Вытянем, вытянем Вот этот радиус А потом вытянем, вытянем Имеет радиус Вот эта часть не ушла Повезло Если придавило Тогда бы она здесь где-то пошла А так все хорошо Всем удачных выходных Всем пакета В принципе, можно хоть час уже наклейку клеить Но мы не будем Споттер работает нормально Еще немножко не разберусь Как петельки приваривать То так привариваю, то так Ну, то есть длительный импульс сильно Тоже не хочется давать Чтоб металл меньше там Оно горело внутри Выключили Лампочка не потухла Потому что Конденсатор, наверное, ранее разряделся В общем, споттер у нас такой, да? Запомнили? Позавчера показывал Во вчерашнем не показал Сразу под вчерашним видосом Комменты А где покупал? А как называется? А как тут? Потому Показываю Вот У меня осталось время Я не знаю сколько У меня Ой У меня память кончилась Люди Всем пока Хотя вроде еще немножко пишет Всем привет И Андрею привет Дед Реаниматор привет Вообще привет И всем-всем-всем Хороших выходных Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok